Вот она, первая бутылка алтайского продукта, который так ждут на отечественном рынке. После того, как западная компания объявила о том, что прекращает выпуск в России основных брендов газированных напитков, многие производители поспешили занять открывшуюся нишу. Новинка барнаульского пивоваренного завода «Имбирный шейх» уже имеет стабильные продажи. А теперь рынок требует аналог всем известной колы. Мы, конечно, как крупное предприятие не можем остаться в стороне. Я считаю, что наш продукт, он достойный даже с точки зрения как визуала, как, безусловно, качества и вкуса. Мы максимально попытались его приблизить. Ну и так и ценового предложения. Рецептуру, максимально приближенную по вкусу к классической коле, разрабатывали полгода. Подбирали дозировки, делали сличительные дегустации. Все-таки процесс небыстрый, плюс заказ сырья все-таки какое-то время требуется на его поставку. Что касалось экспериментов, это именно подборка количества и качества. В каждую смену на БПЗ будут производить 60 тысяч литров колы. На полках алтайских магазинов напиток появится уже в эти выходные. И в самое ближайшее время оценить вкус алтайской новинки смогут жители других регионов России и не только. Интерес проявили у нас из Казахстана и Киргизии, где имбирный шейк себя хорошо зарекомендовал. Соответственно, у данного продукта есть хороший экспортный потенциал. Ну и главная наша задача сейчас на стадии запуска удовлетворить ажиотажный спрос, который сейчас уже возник, много заказов, чтобы всем досталось, все могли попробовать. Производители подчеркивают, алтайская кола полезнее западного аналога, но при этом дешевле. Если она придется по вкусу, на барнаульском пивоваренном обещают создать напитки, которые заместят такие известные бренды, как Sprite и Fanta.